Разработчики просто сошли с ума! Они вводят еще один марафон, в котором каждый сможет получить 75 тысяч голды! С вами Бомбилка, это просто потрясающе! Погнали, мужики! Внимание, внимание! К празднику Великой Победы! Все игры на водки.ру со скидкой 20%! Всего за 119 рублей весь май получает до 100 тысяч золота и премиум танк! Спеши! Ссылка в описании! Привет, танкисты и зрители! С вами Бомбилка! И сегодня мы поговорим про фантастическую новую халяву от Wargaming! Марафон, который стартовал буквально несколько дней назад и про который я все-таки решил вам подробно всем рассказать, потому что это все-таки большая новость, это огромная халява, по крайней мере пока других более громких событий не нашлось, поэтому слушайте! Но перед тем, как мы перейдем к этому марафону, который вот стартовал прямо сейчас на ваших экранах, победитель нашего ежедневного розыгрыша и на этот раз он получает голдишку. Сегодня мы уже на стриме раздали два премиум танка, Черчилль третий и ИС-2, а этот парень получает просто голдишку. Вот его позитивный комментарий с игровым ником и вот наш чек об оплате. А если и ты в этом видео хочешь также на халяву абсолютно бесплатно поднять себе голдишки или какой-нибудь премиум танк, абсолютно любой премиум танк, то нужно выполнить следующие условия, они сейчас на экране. Для участия в раздаче халявы просто подпишись на канал, поставь лайк этому ролику, нажми на колокольчик, а также оставь позитивный комментарий со своим игровым ником, принимай участие и забирай свои подарки и свою халяву. Ну а теперь перейдем собственно к самому интересному. Это к нашему марафону, который закатили у нас в Wargaming. Называется он так. Майский вызов. Гонка за золотом. Заводите двигатель Т-44-100П и вперед за золотом, пишут приблизительно так наши товарищи Wargaming. И что же это за марафон? Здесь будет целых 4 круга. Максимально можно получить главный приз 75 тысяч золота. 75 тысяч золота вы можете заработать в этом марафоне. Причем заработать могут очень многие игроки. А награда всего марафона составит 2 миллиона голды. В общем сейчас узнаем, что же это будет за марафон. Прямо сейчас на ваших экранах, кстати, помимо марафона, обалденный бой на ВК-168-01П. Премьеру которого вы кстати могли видеть на нашем стриме сегодня. Буквально часа 3 до выхода этого ролика мы закончили. И раздали премтанки. Поздравляю от души победителей. И этот бой вы смотрели на стриме. И официально признали его самым обалденным. Самым лучшим и реально жестким. Просто огонь. Огонь, а не сражение. И это подтвердили все зрители нашего стрима. Так что обязательно. И по иронии это оказался ВК-168-01П. Сегодня мы говорим про новый марафон. А этот танк вы могли получить за прошлый марафон от ВГ. Многие его получили, выполнив 13 задач. На халяву, абсолютно бесплатно. Так что вот так вот. Видео про марафон. И у нас танк, который выдавали за марафон. Так что вот такая вот связь. Это был старый марафон. Но теперь к новому. Вот сейчас на вашем экране список задач. И что же это будут у нас за задачи. 4 круга. 15 задач в каждом. И 3 дня на круг. Сейчас разберемся, что за 4 круга. В общем, вам нужно... Даются по 3 дня. И в каждые из 3 дня вы выполняете 15 задач. И в результате за эти задачи, собственно, получаете золото. Сейчас разберемся, как подробно. Сроки проведения события с 11 мая по 23 мая. С 9 утра, собственно, до 2 часов дня 23 мая. 9 утра 11. За это время состоится 4 круга. Первый круг с 11 по 14. Опять-таки, в 9 утра начинается. И 14 два часа дня заканчивается. То есть, одновременно, получается, будут пересекаться. В каком-то смысле второй круг. А, это и в 2 часа ночи заканчивается. Я немножко перепутал, да. В 2 часа ночи заканчивается. То есть, будет пауза. Получается, с 2 до 9. 7 часов будет пауза. В 2 часа ночи, а не дня. Второй круг с 14 по 17. Третий круг с 17 по 20 мая. И четвертый круг с 20 по 23 мая. Соответственно, начинается в 9 утра, заканчивается в 2 часа ночи. Уже вот 23 мая этот марафон. Получается, на прохождение каждого круга у вас есть 3 дня. Пройти круг, значит, выполнить 5 специальных боевых задач. Доступных только для тестера 400П. В каком порядке вы будете их выполнять, значения не имеет. Главный показатель – количество боев на прохождение круга. И тут факт. Чем меньше боев вам понадобится для прохождения круга, тем выше ваша позиция в рейтинговом заезде. То есть, чем быстрее вы выполняете задачи, тем больше у вас рейтинга и больше голды получите. Задачи для всех кругов одинаковые. Чтобы круг засчитался, нужно выполнить все 15 задач. Опять-таки, задачи можно выполнять только в случайных боях и без взводов. То есть, никаких взводов. Задачи можно выполнять в любой последовательности. И в одном бою можно выполнить сразу несколько задач. Вот условия всех этих 15 задач. Давайте с каждой подробно быстренько ознакомимся. Первая задача – уничтожить 45 машин противника за любое количество боев. Вторая – заработать 25 тысяч единиц чистого опыта за любое количество боев. Третья задача – нанести 50 тысяч единиц уродной техники противника за любое количество боев. Четвертая задача – уничтожить 2 машины противника за бой 3 раза. То есть, 3 боя по 2 фрага. Пятая задача – заработать 600 единиц чистого опыта за бой 3 раза. Шестая задача – заработать почетное звание огонь на поражение 3 раза. Седьмая задача – заработать медаль поддержка. Я так понимаю, один раз. Восьмая задача – повредить, вывести из строя любые модули или члены экипажа вражеских машин 30 раз за любое количество боев. То есть, или модули, или члены экипажа, все засчитывается 30 раз, что кого-нибудь контузить, что-либо критануть. Вот так вот. Девятая задача – заработать почетное звание боец. Десятая задача – победить и попасть в топ-5 своей команды по опыту 3 раза. Одиннадцатая задача – по вашим разведданным, сбитие гусениц не засчитывается. Не засчитывается. То есть, только насветить можно. Должно быть нанесено 10 тысяч единиц урона за любое количество боев. Грубо говоря, насветить 10к урона. Двенадцатая задача – попасть в топ-3 своей команды по урону. Тринадцатая задача – уничтожить 5 средних танков противника за любое количество боев. Ну, это несложно. И четырнадцатая задача – по вашим разведданным и или сбитию гусениц должно быть нанесено за бой минимум 1000 единиц урона 3 раза. Ну, это уже нормально. Это несложно. Дальше. Пятнадцатая задача – по итогу боя попасть в топ-1 своей команды по опыту. В общем, вот такие задачи. Какие-то посложнее, какие-то полегче. И чем быстрее вы их выполните, чем меньше боев на выполнение, то есть потратите, тем больше, собственно, в итоге вам за это все зачтется. Всяких наград и тому подобное. Призы. Переходим к самому интересному. К наградам. Топ-100 за круг. То есть, по итогам каждого круга формируется топ-1000 лучших результатов. Игроки, попавшие в топ-100 за данный круг, получат по 2000 золота. И тут вопрос. Какой смысл занимать места со 101 по 9000... По тысячное и так дальше. По 900. Ну, следующие 900 мест. И тут результаты формирования учитываются в формировании топ-1000 за все четыре круга. Результаты вот этого каждого круга учитываются в формировании общей топ-1000 за всю гонку. А топ-1000 за всю гонку получат такие призы. Первое место получит 75 тысяч голды. Второе место 50 тысяч голды. Третье место 25 тысяч голды. С четвертого по десятое место по 10 тысяч голды. С одиннадцатое по сотое место по 4000 голды. И со 101 по тысячное место по 1000 голды. Вот такие вот списки награждений. Ну, это, конечно, все выполняется только на Т-44-100П. Это, конечно, немножечко огорчает. Гонка это, то есть, для владельцев всех этих тарифов акционных. Ну, а для вас, у меня, дорогие зрители, тоже информация. В этом видео я уже в начале говорил. Еще раз повторю для тех, кто досмотрел до этого момента. Мы раздаем голдишку или примтанки для участия в этой самой халяве. Вам нужно подписаться на канал, поставить лайк этому ролику, нажать на колокольчик и оставить позитивный комментарий со своим игровым мигом. Никакие тарифы вам не нужны, не страдать в рандоме, ничего. Просто одна минута ваших действий и вот такой вот приз вы сможете получить от канала Бомбилковод. Если вы являетесь подписчиком, активным зрителем и ставите колокольчик, ставите лайки. В общем, вы поняли. Ну, а теперь давайте смотреть финал этого потрясающего боя на ВК-168-01П. У нашего героя осталось 330 хп. 330, ребят. Он остался один против двух артоводов. При этом один из этих артоводов это арта 8 уровня М40-М43. Очень жесткая, очень точная артиллерия, которая фактически владеет орудием на уровень выше своего и может унижать танки, особенно 8 уровня, налегке. Поэтому один выстрел М40-М43 и наш ВК-168-01П с легкостью может сразу окочуриться и отправиться в ангар. Поэтому этот факт делает данный бой еще более накаленным и еще более интересным. Набираем скорость и едем на вражескую базу. Наш герой не собирается отстаиваться вдалеке и выжидать, пока артоводы вылезут из своих укрытий. А едет прямо на пролом. Едет для того, чтобы сразиться лоб в лоб с этими фугасными монстрами. А вот, кстати, и последний из упомянутых М40-М43. Уже сводится за нас точный выстрел. Одного коричневого нейтрализовали. Три минуты до конца сражения. Впереди еще ГВ Пантера. Да, просто сейчас ставьте лайк. Особенно те, кто уже видел это на стриме. Кто смог это пережить с нами в эфире. В прямом эфире с живыми эмоциями. Когда я первый раз смотрел этот бой. Три минуты. Едем за ГВ Пантера. Она где-то на базе. Она только что под нам кидала. Это значит, что артовод не АФК. Едем в то направление, откуда вроде бы она должна была стрелять. Светилась она, конечно, в Ге-1. Но наш герой понимает, что, скорее всего, она переехала. Две с половиной минуты. Это время тянется очень медленно. Спешим добрать. Боже, как он медленно едет. Давайте немножечко, давайте немножечко подускорим. Подускорим, подускорим движение нашего ВК. И посмотрим финалочку вместе с вами. Приехали. ГВ Пантера здесь. Вот и нашли коричневого. Альфа сближаемся. Сближаемся. Минута 30 секунд до конца этого замеса. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нужно сейчас найти. Нужно сейчас найти ГВ Пантеру. Она за углом. Главное, чтобы она не отвесила. 262 ХП. Если прямым даст. Если повезет, пройдет Альфа. Фугасная. То может отправить нас в ангар одним выстрелом тоже. Поэтому здесь полка о двух концах. Конечно, нужно спешить. Минута до конца боя. Но при этом нужно постараться действовать как можно аккуратнее и осторожнее. 58 секунд, ребят. Арты пока не видно. И не факт, что мы тупо успеем сейчас за ней заехать. Потому что она там впереди очень хорошо закрыта рельефом. И выкурить ее оттуда будет не очень просто. 41 секунда. Ой, как скатываемся. Скатываемся с горочки. Аккуратнее, аккуратнее ВК. Нужно собраться сейчас силами. 33 секунды. Мы не успеваем. Если арта сейчас свернула и поехала вниз в сторону своей базы, то все мы понимаем, что ее уже не догнать. 25 секунд. ВК уже сблизился с коричневым. Твою дивизию, ребят. Твою дивизию. Сейчас все решится. ГВ Пантера. Она рядом. Нужно выезжать. 10 секунд. Мы в засвете. Ой-ой-ой-ой-ой. 360 хп у нее. Пройдет альфа. 3, 2, 1. Время вышло. Выстрел. Боже. На самые последние секунды этот парень добивает артовода и приносит победу в свою копилку и в копилку своей команды. Итоги этого замечательного боя перед вами. Участвуйте в раздаче голды и премтанков. Подписывайтесь прямо сейчас на наш канал. Прожимайте лайк. Прожимайте колокольчик. Оставляйте комментарии с игровыми никами. Чтобы я знал куда отправлять подарки. Ну а с вами был ваш Бомбилка. Вот такой вот марафон мы сегодня обсудили. Не для всех. Но тем не менее. С вами был ваш Бомбилка. Пока-пока мужики. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok